Актерская доля Актерская доля, вообще не могу Актерская доля Ну ты не только актерская, всех доля Да, да, хорошо Начинаем Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Гитара по кругу». С вами Елена Гудкова. Театр. Любите ли вы театр, так как я люблю его? Мне эта фраза запомнилась из уст героини Татьяны Дорониной в фильме «Старшая сестра». Но я думаю, что эти строки Белинского близки и моему сегодняшнему гостю. Это поэт, автор, исполнитель, актер Алексей Мокрецкий. Здравствуй, Леша! Здравствуй, Леночка! Ну и по традиции с песней у нас программа начинается. А как стану я на лаврах На зеленых почивать Ох и стану почивать Выслав лаврами кровать А под голову Веночков я лавровых Как положу Как веночек положу Колыбельную сложу Как веночек положу Не глядеть мне красного рассвета Не листать мне желтую печать Клюш назывался я поэтом За базар придется отвечать Не о принцах датских, не о маврах Что затяну я песенок у свою Мне сегодня почивать на лаврах Значит, бою, боюшки, бою Все мечусь по листьям и по веткам Колются же, Господи, спаси До сих пор поэтам и поэткам Ни хрена не спится на Руси Спать на лаврах это ли не пруха Тем, кто бдит и холит нашу речь Лишь земля поэту будет пухом А пока елось вон и не перечь Упадет рука в баллон морфея Начертав нетленных пару строк Подползет жена и не жалея На бульончик выдернет листок Ой, ты бою, боюшки, боюшки Спи мой Пушкин, батюшка, в бифет Ежели в продаже нет лаврушки Где-то на нее прилег поэт А как стану я на лаврах На зеленых почивать Ох, и стану почивать Выслав лаврами кровать А под голову веночек Я лавровый положу Как веночек положу Колыбельною сложу Ух, вот сразу видно Актер в студию пришел Исполнение, песня хорошая В данном случае я хотел выступить В качестве поэта Да, выступил Выступил, выступил Но я все-таки поспрашиваю тебя Вот о чем у тебя Ты родился в Ленинграде Ленинградец Потом поступил в Ярославское Театральное училище И пришел работать в Театр Эксперимента Опять в Ленинграде У тебя такая Нормальные герои Всегда идут в обход Нет, ну дело в том Что я в Ленинграде тоже поступал Но я не поступил И потом, ну не взяли Это довольно сложная вещь Поступить в Театральный институт Потому что это было Порядка 120-150 человек на место И я к своему Ну, к своей недальновидности К своему Не знаю к чему Глупости Я побежал На год поучиться В Институт культуры имени Крупской На режиссуру Народного театра Я был тогда человек Очень молодой Неопытный И не знал вот этих подводных течений А потом, когда я через год Решил поступить К Ларисе Ивановне Маливанной Которую набирала Мне уже сказали Ну куда ты ломишься Это две конкурирующие организации Ни одного человека Из Института культуры В театралку не возьмут в нашу В Лгипник Не возьмут И сказал мне тогда Об этом Нам с Мишей Барканом Сказал Якобсон Который набирал тогда Театроведение И мы тогда С Мишкой поехали В Ярославль И поступили Чтобы год не терять Все равно Все равно Нас бы уже здесь не взяли Вот поэтому Мы уже поехали в Ярославль Там набирал он Ружкевич Вот И мы Я у него закончил Ну как тебе Ярославская театральная школа Театральная школа Там замечательная Насколько я понимаю До сих пор Во-первых Это Вот мне всегда очень нравилось Это очень камерное Учебное заведение В котором одновременно Учатся там Ну 150-160 человек 200 никогда нет Все друг друга знают Все друг друга любят Все друг друга ценят И Если мне звонит человек Говорит Вот я из Ярославля Мне дали ваш телефон С тем Чтобы я там Как-то помог Или например Переначиватель Приютил Вопрос Конечно Это было всегда так Вот Мы до сих пор Вот я в прошлом году ездил В прошлом ноябре Было 50 лет Театральной школе Ярославской То есть включая Училищ Курсы театральные Потом училища средние Потом вот уже вуз Вузу уже 20 Уже 30 исполнилось Да Вот И вот всей театральной школе Ярославской 50 лет исполнилось И все мы Видимся с удовольствием Друг друга Видим К сожалению У нас становится Все меньше И вот это единственное Что огорчает А так В принципе Я очень люблю Это место Очень люблю Этот город Очень люблю Там бывать Ну может быть Вот нас сейчас смотрят В Ярославле Мы поприветствуем Вообще Ярославль Ярославль Альбоматор Конечно Да И мне самой приходилось Работать с ярославскими актерами Могу сказать Если моя старшая доченька В Ярославле смотрит Тонька Привет тебе большой Ух ты Ух ты А скажи Вот с твоего курса Вот Многие осталось в профессии Ребята Вообще ведь Потом уходят Дело в том Что в профессии Осталось немного Дело в том Что Из наших мужиков Вообще Половины уже нет Мы закончили В 88-м году Это было Время Когда Во-первых В профессии Было оставаться Ну как-то страшно Потому что Непонятно Что будет с театрами Непонятно Как это все Оплачивалось Очень Немногие остались Хотя остались Володя Балашов Стал заслуженным Артистом Даже Его зарезали После спектакля В Ярославле После Он шел домой И вот Были такие времена Такие времена Вот из нас Нас оставалось Восемь мужиков Заканчивало Или девять Сейчас осталось Пятеро Девять Девять заканчивало Пятеро осталось В живых Пока Это Грустно Не надо Вот Нет Ну как бы Всем измерно Очень жалко Что Очень жалко Что Так рано И так Глупо И так Как бы В прошлом году Мы потеряли еще одну Увиделись С Васькой Савиновым В Ярославле А потом раз Через полгода Заня Ну давай так Не будем Ну Хотя Следующая песня У тебя тоже В общем Не веселая Маленький человек Но очень хорошая Мне понравилась Маленький человек Это песня Которую я Вообще Очень Мало Пока исполнял Стихотворением Была И мне Оно Нет Я изначально Ее планировал Как песню Оно стихотворением Побыло Недолго Вот Ну раз мы уже Эту тему Затронули Вообще На самом деле Человек определяет Соотношением К смерти Если человек правильно К ней относится То он и живет По-человечески Вот Маленький человек Умирает Маленький Человек В коммунальной Комнатке У окна Как-то Неказисто Сложился Век Полная С улыбкой Глядит Луна Умирает Тихо Такой Как я Ставит Стоп Ненастьем И мы И те Не пришли Встревоженные Друзья И родня Не мечется В темноте А он Как раз Вспоминал Одно Как летел Тополиный Пух Как бежали Вдвоем На коне Потому что Звезды К себе Манят Потому что Радостно На коне И выходит Горест Без коня Он опять Вспоминал Одно Вспоминал Не пил салавров Не гнал Волны Но ведь Сколько Было Счастливых Снов Никому Не ведомы Эти сны Никому Не ведомы Свет И страх Этого Что Скрючился Под окном Мир Несется Дальше На всех Парах Человек Все думает Об одном Да в мозгу Его Все одно Так летел Тополиный Пух Как бежали Вдвоем В кино Вот опять Захватило Дух Не взлететь И в вальсе Не закружить Не считать Вдоль Невского Фонари Только Три мгновения Осталось Жить Вот они Последние Раз Два Ну Давайте Подольше Все-таки Мы стараемся Мы теперь За себя Из-за того Парня На самом деле Песня Очень Я вот Вспомнила Такую картину Вообще Вот маленькие Темы Маленьких Людей Вообще Умерла женщина В коммунальной Квартире Выносили ее вещи И вот обронили Альбом с фотографиями Она одинокая была И вот рассыпались Эти фото И вот вся жизнь Вся жизнь Ее Конечно Такая Такая История Вот Леша Давай о том Как ты попал В авторскую песню Вообще Как ты начал писать Я так понимаю Что в Ярославле Там еще все это Нет Это началось еще раньше На самом деле Я когда У меня была Еще в школе Была команда Которая называлась Рок-группа Тин Лав Вот там типа Свинцовая любовь А потом Когда Леонид Ильич Написал книжку Возрождение Мы переименовали Группу В Ренессанс Вот И мы типа Мы пели Ну мы играли На дискотеках На наших Школьных Плясках Вот И я уже писал Тогда какие-то Тексты Для наших Песен Но меня Они совершенно Не устраивали Я тогда Подсел Очень сильно Я уже С середины 70-х Годов Жадно Слушал Высоцкого Мне Он меня просто Переворачивал И я понимал То чем мы Занимаемся Это просто Лабуда И я Когда мы Развалились В 83-м году Так что Мы закончили школу А потом И мои все остальные Закончили Они были на класс Младше меня Все разбежались По разным институтам И команда Уже не могла Существовать Потому что У всех появились Свои заботы И я даже был Этому немножко рад Потому что Я взялся за гитару И начал писать Первую песню Я написал Даже еще Когда мы играли Команды Первая песня Мост Была написана В 82-м году То есть Мне еще не было 18 лет Я недавно Вот ее даже Пел на концерте То есть Это вот Первая песня Которую я до сих пор Могу спеть И мне не будет Стыдно за нее Потому что Ни одной песни Которую я играл С командой И пел Я петь не смогу А вы на русском Пели с командой Только название было такое Да-да-да Вот То есть Грубо говоря Первую свою песню Я написал В 82-м году 31 год назад Вот А Ярославль Это как бы продолжит Мне это понравилось Во-первых Это понравилось Людям Которые меня окружали То есть Я спел Одну Спел другую Спел третью Вот Через полгода Я написал песню Вор в законе Которую недавно Купили для сериала Передел Кровь с молоком Вот Купили даже Да-да Заплатили деньги Да Я в 18 лет Ее написал Да Лежала у меня годами Нужна была какая-то песня Типа блатной Вот Но я поскольку Я говорю Что я был Помешан на Высоцком И только на Высоцком В то время Потом уже появился Акуджао Потом появился Галич безусловно И я был так же Помешан на Галиче Страшно Вот И тогда это началось То есть 30 лет Я этим точно Занимаюсь Вот При всех своих Театральных Делах Я никогда Этого не оставлял С большей или Меньшей интенсивностью Были моменты Когда я там В 92 году Там писал Каждые 3 дня По песне Там В течение двух месяцев Потом я мог Полтора-два года Вообще этим не заниматься То есть я не графоман И я не считаю Что дня без строчки Это вот лучший принцип Но не переживаешь Что не приходит Переживаю Конечно жалко Жалко Время-то проходит Как бы мы не вечные Вот Но Заставлять себя Взять бумажку Ручку И что-то из себя Вымучивать Я не умею И не хочу И мне это не интересно Просто А в театре поешь? Дают тебе? В театре дают Но пою не свое Пою написанное для меня Вот в одном спектакле Я играю батюшку В маленьком цветочке Там вот я пою Это который уезжает И подарочек Да-да-да Что привезти вам дочке Вот Вот единственный спектакль Где я Показываю свои Всякие способности Пою Я много сейчас Занимаюсь Дубляжем Всяких мультиков Сериалов Диснеевских Там что-то Вот в мультах Я часто пою Бывает Да А потом был Вот этот самый фильм Щелкунчик Кончаловского Который он выпустил Я пел За дядю Альберта Которого Озвучивал Господи Ну забыл фамилию А я пел За дядюшку Альберта Все песни Я послушаю Все песни Пою я А в титрах указывается Или ты так инкогнито Не помню Мне кажется Что они вот там Вот это не указывают Но не суть Еще вот Песенку Исполнишь Конец лета Конец лета Ну это как раз Да Сейчас Очень Исполнишь Исполнишь Канчается лето, канчается лето Вода не манит поутру окунуться Я озеро гладь и нарушу монетой Что толку бросать, а потом не вернуться Ведь это навеки кончается лето Средь синих небес, лебединым кружением Как песня, в которой всего три куплета Прекрасных и ярких, но нет продолжения А есть увядание, а есть умирание И есть ностальгия по первому зною На сердце не кошки, а стая пираний И в каждом вопросе Помнишь весною Я помню, но нынче кончается лето Далеко над лесом сбираются тучи У венча на кода тоской флажолета И ветви уив безутешно плакучи Кончается лето и тихо ночами Осины дрожат, коченеют березы Ах, как это здорово было в начале А там впереди лишь морозы Морозы Ах, как это здорово было в начале А там впереди лишь морозы Морозы Это была песня «Конец лета» В исполнении Алексея Макрецкого Но это не конец программы Мы вернёмся после рекламы В студии программы «Гитара по кругу» Поэт, автор, исполнитель, актёр Алексей Макрецкий Лёша, ты же ведь работал в театре сатиры на Васильевском А теперь работаешь в театре комедии И я хочу тебя спросить, во-первых, чем отличается сатира от комедии? Всё смешнее и смешнее Ну, я уж не спрашиваю, чем отличается театр Но хотя бы Всё смешнее и смешнее Мне нравилось, на самом деле, работать в театре сатиры Я за два года сыграл в семи спектаклях даже И мне нравилось там существовать Но потом пришёл новый режиссёр Который меня не видел в своих дальнейших постановках И одну премьеру выпускает меня нет Вторую выпускает меня Третью меня нет У меня как раз кончается договор И меня в этот момент просит актриса Помочь ей с показом в театр комедии И я ей помогаю Материал был мной любимый И я его знал хорошо И нам ещё хороший режиссёр попался Владимир Туманов нам как раз ставил этот отрывок И мы пришли показаться Я без всякой тяжести, без всякой нагрузки моральной Всё это сыграл И меня через три дня вызванили И пригласили в театр комедии на работу И это случилось шесть лет назад И я вот седьмой сезон уже там служу И меня это устраивает очень сильно Несмотря на то, что работы в театре комедии для меня меньше Но всё-таки шесть спектаклей своих я там играю Понятно Вот смотри, сейчас очень много всяческих Юмор, вот это все смешат По телевизору, куча программ Не знаю, сгаляются Вот у вас действительно смешно То есть что вы делаете? Как вы смешите? Дело в том, что юмор Очень опасная штука Вот, например Ну, существуют разные уровни Например, я очень Бывает юмор ниже пояса И он тоже даже имеет право на существование Но он имеет право на существование В узком, однополом кругу Когда собирается интимная компания, например, мужиков В женской компании я не знаю, как это И иногда можно пошутить на эти темы Меня коробит, когда это идёт с экрана Когда это могут смотреть и слушать дети Меня Дело в том, что юмор может быть тонким А может быть пошлым Он может быть чистым Тёплым Добрым А может быть грязным Это очень большая Вообще, человека рассмешить достаточно Трудно Если юмор глубокий и хороший И очень легко рассмешить человека Который готов смеяться над поднятым пальцем Например, примитивным Когда собирается народ на Я не буду сейчас называть все эти шоу Которые идут по телевидению К сожалению Тот юмор, который сейчас звучит с экранов Это не юмор За исключением За исключением редких каких-то моментов Потому что для меня юмор Это Райкин был Для меня юмор был хороший Это был Хазанов Геннадий Для меня юмор Это Жванецкий Для меня это люди Которые занимались Искусством юмора Юмор это Высокое искусство Недаром в Древней Греции Была высокая трагедия И высокая комедия Это высокое искусство Это очень трудный жанр И люди, которые умеют смешить людей Вот в нашем театре Много людей, которые умеют смешить И на хорошем уровне это делают Когда вот в старые времена Собирались киты театральные Из театра напротив Из Александринки, из Пушкинского Тогда сидели в ВТО Выпивали и закусывали И когда приходили акимовцы Они говорили О, смешные пришли Это классно Если у театра есть смешные пришли Они говорили это с уважением Они определяли это Потому что вот Например, если у артиста есть кличка То это значит, его очень любят Вот не любой актер в театре Даже если неприличная кличка Нет, но неприличных кличек я не знаю Это уже неприличное Это уже не знаю Но вот у Равиковича Равиковича люди любовно звали Равик Вот есть Например, Фрейнлих зовут Бруновна Просто Бруновна Типа, да? Есть Басик, да? Ну да, Басик, да Басик Олег Валянович, да? Это только любимых артистов Только любимые артисты Получают кличку Если артисты театра Получили кличку смешные Значит, это Особенно от коллег Это дорогого стоит А у тебя кличка есть? У меня не знаю Пока нет Нет, я еще не заработал, наверное Ну, следующую песню Мы заработали, послушаем А что мы сейчас поем? Мы поем Крылья А, Крылья 2 Поешь ты, я слушаю Крылья 2 Вот Песенка, да Вот такая Немножко хочу поменять Да Стилистику Это такой блюз Блюз Чувствуется, что Рок-н-ролльно Это точно Сбита в паклю грива Похмелье опять Я стреляю на пиво В свои 35 по крышам Лупит град Как будто что-то гует В разливухи гад В долг уже не дает Под ногами осколки И вонючие лужи Ботинки промокли Хотя бывало их хуже Снова здравствуй пролет Не настрелял ни гроша Я так устал От этого Затянувшегося Антража Я так устал Над сплошною облачностью Кайфует пилот Я раньше тоже не был Сволочью стремился В полет Господь прикрылся тучами Чтоб на меня не глядеть Ему-то известно всех лучше Что я родился лететь Да только все завершается Глубоким пике Я так боюсь лезвия бритвы В своей руке Я собиратель корок С чужого стола Я так давно избегаю тех мест Где висят зеркала Я избегаю тех мест Кому-то здесь райский сад А мне как видно каюк Жена лет десять назад укатила на юг Я никому лет десять Не смотрел в глаза Я вряд ли буду здесь Когда схлынет гроза Я безобразный горбун С сыром кургузом пальто Но и на самый беглый взгляд Во мне есть что-то не то Вот вы все гадаете Что это мокрое Волочится за мной А это огромные тяжелые Крылья у меня за спиной А это огромные тяжелые Крылья у меня за спиной А это огромные тяжелые Крылья у меня за спиной Огромные крылья А я вижу, вижу, вижу Как ты машешь Леша, постоянная рубрика программы Называется «С песней по жизни» Я расспрашиваю гостей своих О песнях, на которых они росли О музыке, на которой они росли Вот что окружало тебя в детстве, юности Что пелось тогда Что тебе любилось из музыки Ну я скажу так Что моя жизнь началась с одной песни То есть не моя жизнь А мое, например, имя Началось с одной песни Например Купила мама Леша Отличные калоши Потому что, в принципе Изначально мама собиралась Назвать меня Стасиком Вот Но она об этом сообщила У себя на работе И у нее начальник Родил на неделю раньше нее И назвал сына Стасиком Все Вот И маме пришлось срочно За неделю менять планы Да И вот она услышала Это купила мама Леша Отличные калоши И я вот стала Лешей С тех пор Имя считалось редкое Но, видимо, эту песню Услышали многие Поэтому Алеш, моих ровесников Просто хоть косой коси На самом деле Алексей, Алешенька Сынок Там песни Да, да, да Буду сын ее услышан Вот Песен было много И было очень много Прекрасных песен И военных песен Я же еще застал живого Я же помню Как по радио Крутили еще живого Бернеса Вот Я себя помню Я помню Как премьеру Например «Считай меча» «С чего начинается Родина» Блестящая песня Которая тоже со мной идет Но вот Было очень много Особенно Вот смешно спрашивать У поющего человека Какая вообще Любимая песня С детства Ну вот, наверное Вот эта песня Наверное, тоже Ну, я настолько Тоже банален Потому что На каком-то Телевизионном На каком-то Телевизионном шоу Она была названа Лучшей песней Советского Союза По-моему Так что, что не томи Призрачно все В этом мире бушующем Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг Пусть этот мир Вдолетит сквозь столетия Но не всегда По дороге мне с ним Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одним Только мигом одним Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одним Только мигом одним Счастье дано Испытатель беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Да уж, гениальная песня Ну да Гениальная А чем ты дорожишь, Леш? Я? В этой жизни, да Я очень дорожу Тем, что мне Даровано Богом Судьбой Очень дорожу Теплым к себе отношением Многих людей Которые меня окружают Очень дорожу Тем, что Я Совок Правда Я этим очень дорожу До сих пор, да? Потому что Да Потому что На самом деле Таких людей Не было И уже после нас Не будет никогда Это очень интересная Формация Уникальная Формация Это был народ Который жил так Что дети Спокойно бегали По улицам Без родителей Детей отправляли В магазин За картошкой Или, например К бабушке Через весь город Я ехал там В 9 лет С гражданки До Ульянки И никому в голову Не приходило Что со мной Может что-то произойти Народ был намного Добрее Ответственнее Душевнее Духовней Несмотря на то Что он рос В атмосфере Воинствующего Атеизма Дело в том Что у нас К сожалению Исчезло волшебное слово У нас сейчас Нет волшебного слова И поэтому Мы не знаем Куда мы идем А идти куда-то Дойти куда-то Можно только Когда ты знаешь Куда ты идешь У нашей страны К сожалению Пока Этого слова К сожалению Нету Такое слово Есть в Европе Это слово Демократия Такое слово Есть в Америке Это слово свобода У нас Для того Чтобы народ Куда-то стремился Ему нужно назвать Слово У нас У Савков Было слово Коммунизм Социализм Социализм Да Но у нас была цель Коммунизм То есть было Куда идти Понятно Что и Большинство людей Оно не знало Что такое коммунизм Но оно Большинство людей Оно следовало Моральному кодексу Строителя коммунизма Который в принципе Был очень Человечной Штуковиной Которая Учила человека Оставаться человеком В разных ситуациях Сейчас К сожалению Такой штуки нет И То что происходит С людьми Меня Очень В основном Огорчает Ну может быть Мы все вспомним Что все дороги Ведут к храму Для того чтобы вспомнить Нужна Идея Которая бы захватила Большинство людей Идеология Да Я тебя понимаю Безусловно И тут ничего Нельзя сделать Народ должен быть Объединен Идеей Если он не объединен То Он и народом В общем Считается с трудом Эка мы с тобой Уже на философские темы То что Вот что Что вот я Замечательно Замечательно Давайте мы сейчас Прервемся на рекламу Сделаем небольшую паузу Короткую паузу Уважаемые телезрители А потом продолжим разговор С Алексеем Макрецким В студии программы Гитара по кругу Поэт, автор, исполнитель Актер Алексей Макрецкий Видно еще с пеленок Я ненавидел сласти Детские анекдоты Не были мне смешаны Велосипед орленок Темно-вишневой масти Вот это было что-то Вот это были сны Как же он был мне нужен И тормоза, и шины Мягко на пружинах Кожаное седло Чтобы гонять по лужам И догонять машины И обгонять машины В сей шеферне на зло Это сильнее жажды Это раздольнее лето Это волшебные сказки Это хмельней побед Это хмельней побед И, наконец, однажды Я получил от деда В универмаге Нарвский Новый велосипед Ай да спасибо деду Мне же доступны дали Мне же простора мало И не кричите стой Ну я теперь поеду Ну круто, ну педали Мне невдомек, что стало Меньше одной мечтой Ветры недобро веют И никуда не деться Время неумолимо Не развернется вспять На чердаках ржавеют Велосипеды детства Годы несутся мимо Не на чем обгонять На чердаках ржавеют Велосипеды детства Годы несутся мимо Не на чем обгонять Ух, ты везучий был человек У тебя был велосипед орленок Орленок, дом вишневый Да, а вот сейчас вот У тебя есть мечты? Новых, наверное, нет Есть несбывшиеся Пусть даже материальные Мы материально очень много Мечтали о чем в те годы А вот сейчас Может быть ты там Я мечтал Бибику, какую-нибудь Дорогую бибику Нет, нет Понимаешь Мне не хочется Понимаешь, желание Бибики Называть мечтой Есть желание Но Мечта это нечто Большее все-таки Вот для ребенка Велосипед это Какое-то Это какая-то степень Свободы Другая Вот мне Свободы хотелось Другой Не гулять по пустырю А велосипед-то у меня был Кстати, не у меня дома Он был у бабушки с дедушкой Я на выходные Ты с дедушкой себе купил? Нет, он купил мне Но у нас квартира была Настолько малолитражная Что В ней некуда Его было деть И поэтому Велосипедом я мог Наслаждаться Только когда приезжал К бабушке с дедушкой На выходные Вот я в пятницу Вечером приезжал И в воскресенье вечером От них уезжал И вот я только на выходных Я мог От Ульянки Никто не знал Что я от Ульянки Доезжал до станции метро Дачная Тогда была еще такая Станция метро Конечная Дачная И вот представишь В 9-10 лет За чертову тучу километров Поехать по городским улицам Вот это мне Это не велосипед У меня до этого Был в принципе Школьник Был у меня велосипед Школьник Недолго Я его быстро разбил Потому что я плохо Учился кататься Ну и как-то он Долго не прожил Он маленьким стал Вот А Орленок Он же был хорош Многими вещами У него была Вот эта кривая рама Которая придавала ему Он был проходимым На Орленке Можно было ездить По песку Остальные велосипеды Там ввязли Орленок проходил По песку В этом была его фишка То есть можно было Там О строительных площадах Было много Велосипед-джип Да Вот он был Именно такой Кайфовый Ну красивый И все вокруг ездили Вот А сейчас Что значит бибика Ну все на машинах ездят Но мне уже не хочется быть Как все Раньше мне хотелось быть как все А теперь уже не хочется Леша А как насчет пентхауса Ты хочешь пентхаус или? Думаю, что нет Нет? Нет Не хочешь пентхауса? Нет Какой-то ты несовременный Я несовременный Мне вообще Дело в том, что Для меня Самое ругательное слово Это Общество потребления Потому что для того, чтобы что-то потребить Нужно что-то произвести Нас учили быть Вот когда мы были детьми Нас учили быть Обществом созидателей Да Надо было что-то сделать Для того, чтобы потом что-то употребить А теперь Наших детей этому, к сожалению Не учат Вот И как раз и пентхаус Это песня ровно об этом Ровно об этом Пентхаус Пентхаус Интересно мне просто Тебя корытом доконал Дядя Пушкин Ты даже в детстве Не скрывала обиды Ты так любила Дорогие игрушки Тебе так нравились Шикарные виды Мамаши Подпуск Не на март Хоть на майбы Папаша Бегал По бабло Точно Страус А тебе снился фиолетовый майбл И на крестовском пентхаус Потом все хуже Ты забросила школу И вместо Пушкина Взяла сигарету Потом попсу Ты предпочла рок-н-роллу И тут я понял Что спасения нету Мамаша мыкалась Челночницей в Польше Папаша кинулся Послав этот хаус Но тебе нужен был Сиреневый Порше И на крестовском пентхаус А я любил тебя С четвертого класса И ты авансы Мне вовсю раздавала Мы не поссорились С тобою ни разу И в подворотне Ты меня целовала Мы пили пиво На камазовской шине Мы пили жизни Кайф без ломок И пауз Но ты ждала Свой голубой ламборджини И на крестовском пентхаус Всем кошелькам знакомым Ночью икалась Но Порше с майбахами Бегали мимо Гнобило времечко Но ты убиралась Пошла оказывать услуги Интима Шептала каждому Богатому бате Возьми с собой Я от любви задыхаюсь И все мерещился Лиловый Бугатти И на христовском пентхаус И вот в башке твоей Снесло переборки Ты оказалась В привокзальном подвале Тебя зарезали В бомжовской разборке Менты шепнули Что бомжей повязали И те рассказывали Явно не врали Как ты орала Заходясь и пихаясь Что у тебя был Ярко-алый Феррари И на христовском пентхаус Бомжи рассказывали Явно не врали Как ты орала Заходясь и пихаясь Что у тебя был Ярко-алый Феррари И на христовском Эндхаус Мечты сбываются Вот как-то да К сожалению К сожалению Вместо того Мечтой было Стать артистом Стать Вот наверное Хотелось Да Хотелось быть Очень популярным артистом Я начинал Списывать Как бы свою биографию С Высоцкого Мне хотелось Списать песни И работать в театре То есть это получилось Но дело в том Что всегда копия Хуже оригинала Нужно делать Что-то свое Вот Мне никогда Все равно Не приблизиться Но это поздно Начинаешь понимать Не сразу Поэтому начинаешь Идти своими путями И тогда уже Что-то начинает Получаться Иногда это бывает Поздно Леша Ну и Хочется Я знаю Что у тебя Очень интересное Рассуждение На этот счет Поскольку программа Все-таки Об авторской песне Давай вот сюда Немного времени Осталось И все-таки Ты вот Очень такую Градацию проводишь Авторская песня Бардовская песня Профессиональная песня Вот Расскажи Нет Градация Смотри Дело в чем Когда я Начал заниматься Вот песней Под гитару Мне очень понравилось Как Высоцкий Определял это Ему тоже не нравилось Слово Бардовское Потому что Бард в принципе Слово не очень наше Вот А авторская песня Она Подразумевает Намного более Широкие Границы Дело в том Что На мой взгляд Авторской песней Занимается Андрей Макаревич Борис Борис Гребенщиков Сережа Крылов Они пишут песни Выходят И их поют И Неважно В каком стиле Или в каком Вообще Жанре Написана Та или другая Песня Борис Борис Гребенщиков Когда сказал Что жанр Это в принципе Инструмент Можно топором Бриться Можно топором Избу Строить Но в принципе Удобнее Бриться бритвой И поэтому Если мне нужен Блюз Я пишу блюз Если мне нужен Рок Я пишу рок Если мне нужен романс Я пишу романс И я считаю Что это авторская песня Барды многие Разные формы облекаешь Барды очень многие Этого не понимают И не принимают Еще у меня есть А еще есть Понятие Самодеятельная песня Для меня это слово Вообще ругательная Самодеятельность Это в принципе То что Ну как бы Ну ругательная В смысле песня Потому что Что значит Самодеятельная песня А Куджава И Юлия Ким Тоже занимались Как бы Самодеятельной песней Что ли Они занимались Нет ребята Занимались Они профессиональной песней Они писали для кино Они выступали за деньги На концертах И это профессионалы Мало того Это классики Это классики Уж по крайней мере А Куджава Как минимум Это классик Российской словесности По-любому И Высоцкий Это классик Российской словесности И Галич Безусловно Это классик Российской словесности Это классические поэты И поэтому Вот словосочетание Самодеятельной песни Мне не нравилось Хотя на слетах На разных Все время да И здесь И там В Израиле В которой я прожил Много Я слышал Такую вещь Вот он за деньги поет Он не наш Он профессионал Он профессионал И вот это К профессионалу отношение Знаешь такое Ну так Ребята Вы поете песни Тех же профессионалов Висбор был профессионалом Высоким профессионалом И Никитины Это профессионалы И Иваси Это профессионалы Вы поете песни Профессионалов Очень редко В своей среде Рождая что-то Действительно стоящее И этим кичась Вот это мне не нравится Бывает Иногда Вот в этих клубах Которые Сейчас Они уже перестали быть Клубами самодеятельной песни Потому что Они называют Клуб авторской песней Они сейчас и капают Пытаются Да-да-да Вот Но внутри этих клубов К сожалению Очень редко появляются Действительно Классные песни Они бывают Я не скажу Что их совсем не бывает Но вот Если клуб Может гордиться Клуб может гордиться Если в нем появилось Там 2-3 Песни Которые потом Будут петь все На слетах Вот Этим клуб Может гордиться Среднего уровня Авторы есть В достаточно Большом количестве Но их никто Все равно не поет Кроме их самих Самое главное Для человека И самая большая Благодарность Человеку Пишущему Когда его песню Будут петь Другие люди Не он сам Вот я сейчас Пою свои песни Но если бы я Услышал где-то Что Меня поют Я бы просто Вот Вот это мечта Вот наверное Это мечта Вот это наверное Замечательность Вот это наверное Мечта Хорошо Ты мне только скажи Сейчас вот Последняя песня Финальная у нас Пашихонский мотив Ты профессионалом Себя считаешь? Надеюсь что да Надеюсь что да Ну в принципе Это оценивать То не мне А тем людям Которые это слушают Но мне Мне хотелось бы Верить что да Хорошо Финальная песня Ну вот песня Которая Как бы Объединяет все Песня о театре Песня Написанная Автором Называется она Пашихонский мотив Посвящена студенческой практике 1987 года В колхозе Путь к коммунизму Пашихонского района Ярославской области Вот с Ярославля начали И мы закончим Звенит январская струна Мир пахнет дымом и морозом А всем гамлетовским вопросом Один ответ Пошел ты на В церквушке с вывеской Сельторг Стоит народ С трудом но прямо На фреске тот Кто гнал из храма А торговый люд В глазах восторг Художник был из этих мест И был единственным А крест Густое сладкое вино Пьются углом И в этом счастье Тут все И таинство причастия И опохмелка Заодно Раздолье Солнце И добро Уснула грусть Ушли заботы Гуляй рванина Сыпь суббота Своё святое Серебро Загадку вносит В этот пир Афиша с надписью Шекспир Какое странное Словцо Не тешит глаз И слух не греет Должно быть Лектор из евреев Что за беда В конце концов Неважно кто И почему Но праздник Кончится красиво Сегодня в клубе Будет пиво И представление К нему Мужик Упорный Как Колумб С Савиным взором Ищет клуб Крыльцо Скрип двери Алый флаг Дощатый пол Подобье зала Гул голосов Звонок Начало Тулупы Семечки Аншлаг Колхоз Прогресс Вильям Шекспир Игра Галерка Дует Брагу Какой-то Гамлет Рвется В драку Кончай Ребята Мы за мир Но нет Не дрогнула Рука И смешан С кровью Яг Клинка Что делать Жил Любил Погиб И тут Во тьме Притихший Зальчик Порезал Шепот Бедный Мальчик И трудный Вздох И тонкий Всклим И все И просто Нечем Крыть Для завершения Картинки В кулисах Сторож С четвертинкой Ну как Тут быть Или не быть Снаружи Ночь Луна Мороз И нет Ответа На вопрос Вот такая жирная финальная точка Алексей, спасибо огромное За то, что пришел в программу За твои песни Тебе здоровья, здоровья, здоровья И ролей, ролей, ролей И чтобы мечты были и сбывались Уважаемые телезрители Ну а с вами мы встретимся в следующий раз Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok